я думаю сейчас во всем мире есть только 12 это мы и украинцы что еще раз доказывать что мы украинцы это одна нация это просто удивительный кретин и для этого нужен будет армагеддон армагеддон это то что должно повлиять на всю жизнь планеты и я думаю мы к этому идем но у нас планах нету мира ну не в этих условиях и не в этой ситуации я не верю в какой-то договорняк по миру типа мартовского прошлогоднего в стамбуле вопрос еще не решены и не освобождена даже наша территория то есть супорожская и херсонской области это наша территория наша земля которую оккупировали врать надо заканчивать надо заканчивать врать на всех уровнях везде везде вообще в нашей стране чтобы потом локти не кусать себе же нужно прекращать врать из-под завала в путинской спецабосрации начинает пробиваться хоть и робкая но уже довольно заметная дискуссия о будущем страны после окончания войны но теперь конечно нам нужно смотреть всем в будущее она подобно сюжету драматической сказки 12 месяцев про поиск подчерец и подснежников в зимнюю стужу нас ждет печальная печальное печальное будущее очень тусклое и бесперспективное на данной почве уже отметились паразиты вроде авторов проекта утопии россия 2062 дельцы распиливающие бюджетные деньги из грантов института развития интернета лицемерно продвигают тезиса примате духовного над материальным для россиян на перспективу следующих 40 лет как раз под выборы 2024 года для смердов снова снимают кино манифест с ответом на вопрос как нам обустроить россию будущего кто-то из вас окажется под экономическим предусом на днище социальной жизни будет валяться на полойке стрелять в кухло пояски на улицах я изъясняюсь понятно не говорите что мы вас не собирали не предупреждали и не ориентировали ясно отдельная дата была выбрана политтехнологами специально вроде бы с одной стороны и некий ориентир задается координата для движения а на поверку к тому времени из ныне живущих правителей уже не будет никого а значит и спроса никакого что там дальше будет проходить меня касается безусловно рассуждать о светлом далеком еще и безопасно куда смелее нужно быть поднимая вопрос архаизации и без того костной российской системы я говорю про медное время мы живем и войну не бомбеж а здесь хуже бомбежки здесь какой-то блин чуробали отдыхай повода заботиться перспективами страны продиктован сразу несколькими текущими проблемами вслух произносится технологическое отставание россии от запада нет здесь беда не в эпических трудностях импортозамещение ширпотреба и бытовой электроники а деградация в пк страны уже 21 век а мы то все двадцатом бою гневные сентенции медведева ответственного за кузькину мать вызваны помимо пагубных зависимостей также и осознанием демодернизации оружейного сектора уважаемый а зачем мы привязали веревку надо после недавней специальной операции неизвестных акторов против военных заводов ирана с производством российских гераней что-то произошло чтобы исправить ситуацию москва и тегеран решили построить новый завод на российской территории в городе елабуга вот тогда мы нет производственная линия позволит собирать до 6 тысяч дронов камикадзе для дальнейшего террора украины трудно назвать подобное сотрудничество успехом для страны претендующий на роль глобального гегемона при этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном одной из явных причин скатывания россии на обочину мирового развития выступает укоренение клановости в аппарате власти сынок господина патрушева стал совладельцем крупнейшего арктического порта российской федерации нормально до старшего взяли министром сельского хозяйства правительства младший владелец заводов газеты пароходов высокие чиновники мыслят не благом всего народа о своими шкурными интересами разбазаривание наших народных богатств вот это кумовство во все времена нашей истории никогда до хорошего не доводил кричащим примером здесь служит единоличный диктатор чечни кадыров моя семья обеспечена из пехотинца путина местный царек превратился в отца народа и оккупировал своими родственниками всю республику машины есть деньги есть но все есть то вот а вас нихрена ничего нету из 158 крупных чиновников чечне более 30 процентов это родственники кадырова 23 процента односельчане еще 12 процентов друзья чеченского лидера и их родственники наш президент рамзан кадыров со всеми все что им надо полностью одеть обуть все предоставляет и то что им даже дома женам детям всем предоставляет рамзан кадыров помогает всем наш президент это лучше всех мне кажется как и сам кадыров никто из них не блещет талантами что вызывает закономерное возмущение откуда деньги вы говорите аллаха когда на должность министра имущественных и земельных отношений республики кадыров засунул своего 26-летнего племянника даже в среде провластных политологов заявили в чечне происходит нарушение закона за законом фактически субъект стал неуправляемым а вы что думали дом по существу готовится почва для отделения кадыровского эмирата от россии на фоне рисков смутного времени уверяю что это так будет он увлекшись большой геополитикой путин пустил на самотек процессы в регионах где окрепли силы для которых центр давно не указ кто не с нами кто под военно-промышленное и управленческое обветшание россии являются продуктом путинского охранительства бедная россия оплачивает всех но только не своих пенсионеров скажите мне с какой стати луганск и донецк получает нашу пенсию ну российскую это не понятно тоже борьба только не у нас не с нашей бедностью как и его кумир царь николай первый действующий властитель как огня боится любой революционности его картину мира вписывается только все традиционное пасконное это традиция хорошие и полезное для общества лишь бэушные затертые и до боли примитивная серости никто не должен блестеть и выделяться любая новая идея покушение на статус-кво затем на поле боя выходят танки главные герои курской баталии такой краткий курс по сложнейшему эпизоду отечественной истории проходят местные школьники которых группами по 50 человек приглашают на реконструкцию и повторяют ее вновь и вновь путин совершенно не хочет принимать тот факт что он стал якорем устаревания наоборот огромные ресурсы брошены на торможение перемен цену исправления данной ошибки только предстоит осмыслить ведь именно в нее упирается пресловутый вопрос будущего россии потихонечку дверью так приподнимаем открываем там заходим опять приподнимаем закрываем ее мы всегда это делали и делаем сейчас и и и и и и и и и